Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна-ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна-ФМ. Программа «Лучшее в стране». И у нас сегодня в гостях большое счастье. Бьянка! Добрый день! Добрый день! Ну, здравствуй. Сразу же, вау-эффект. Я понимаю, все, кто сейчас смотрят нас, неважно, через сайт, в телеках, в телефонных гаджетах, они видят потрясающее преображение. Ну, что это? Ну, это очень красиво, друзья. Если кто-то слушает в машинах, это очень красивый рыжий цвет. Ну, рыжий же, да? Да, рыжий. Я сейчас боюсь ошибиться. Не такой яркий, как наш стол, но очень и очень красивый. Это случилось когда, скажи, преображение? Преображение случилось реально вчера. А вон моя камера. А где моя камера? А твоя камера? Эта камера, да. Это случилось вчера. Я уже давно хотела. И в Новый год крыски, да, мышки сейчас будут. Да, белой и металлической. Казалось бы. Никак не рыжий, да. Вообще не волнует, какой. Я решила стать рыженькой. Я давно хотела. И решила, что это сейчас будет самый такой актуальный период в возрасте и в жизни. Побудь рыжий. Почему нет? Потому что я уже была блондинкой. Блондинка ты была. Не совсем удачной, я считаю. Но брюнетка, это мой такой самый фундаментальный цвет. Это больше родной твой, да, скорее всего? Да. Я обязательно вернусь, естественно, к брюнетке. Но вот рыжий мне захотелось экспериментировать. Ты была сразу же уверена, что это будет рыжий? Или ты рассматривала какие-то красные оттенки, сиреневые? Я ни в чем не была уверена. Я даже не была уверена в том, что я не останусь без волос, я вам больше скажу. Но, учитывая, что волосы мне делала мастер, с которой работаю очень давно и которая никогда не допускала ни одной ошибки, я знала, что все получится хорошо и все получится за один раз. То есть девочка не подвела тебя и, в общем, ты тоже довольна. Ну, мы, конечно, тоже довольны. Я уже почитала, там огромное количество вопросов, естественно, у девчонок к тебе. Это реально за один день вот такой цвет приобрести? Реально, девчонки, даже если вы очень-очень темные брюнетки, реально, два усветления, и вы имеете в виду вот такой цвет. Ну, это очень круто, правда. Прямо хочется очень тебя рассматривать, рассматривать. Внутренне, как у всех девочек нормальных, что-то какие-то изменения произошли? Я пока что не привыкла к цвету. То есть ты еще даже в тот самый момент, когда даже не узнаешь себя в зеркале, да, немножко так смотрим? Пока что, не то, что нет, я себя, конечно, уже узнаю, но пока что я чуть-чуть иногда пугаюсь. Не в том смысле, что мне страшно, а в том смысле, что, ой, это я, да, это я. Потому что, ну, я брюнетка, в душе брюнетка, и тут такой яркий-яркий рыжий цвет. Слишком ярко, слишком. И вот здесь мы понимаем, конечно, с вами, друзья, что Бьянка готовила нас целый год к этому моменту, потому что она и трек выпустила сначала «Волосы», не так давно вышел альбом с названием «Волосы». «Волосы», и вот теперь мы понимаем, почему именно такое название, почему именно трек. Я тебя хочу поздравить с выходом пластинки альбома. Спасибо огромное. И, конечно, поблагодарить. Я скачала 149 рублей, все, как положено. Всего лишь, я думала, ты скажешь. Всего лишь. Ну, честно говоря, да, конечно. То есть каждый абсолютно себе может позволить. Конечно. Ну, давай про пластинку поговорим. Ты же признавалась как-то, что вот наступил момент, причем в начале года или в конце, как раз тебя как поперло. Да. И давай, просто песня за песней, сингл за сингл. Действительно, меня реально очень поперло, меня было реально не остановить. Потом был такой момент, когда меня все-таки остановило немножко, и была какая-то пауза небольшая. Потом все-таки я поняла, что мне нужно дописать этот альбом, нужно дописать эту пластинку. И потом пошли уже медленные треки. Я хотела, чтобы все-таки пластинка составляла с большего и с быстрых треков. Но потом поперла на медленные, и я думаю, ну, блин, если прет сейчас на медленные, почему нет? Пускай будут. Пускай будут. Ну, все-таки хотелось, наверное, быть в каком-то топе тренде, потому что сейчас в каждый день наш рынок российский выпускает по 300 синглов. Поэтому больше. Да, больше. Достаточно приятный, достаточно, можно сказать, хитовый даже. И не хочется уходить куда-то далеко. Нельзя, да, я понимаю, неприличные слова произносить? Да, ну, несмотря на сколько. Ну, в жопе не очень хочется. В жопе, да. Хочется все-таки быть на конях. Вот. Но я не привыкла себе отказывать. И раз меня прет, я делаю то, что меня прет. Значит, это не случайно. Значит, это точно кому-то нужно. Конечно, да. Поэтому альбом получился у тебя очень такой разнообразный. Там, конечно, и лирика, там и прям такой хип-хопчик. И, кстати, помимо того, что ты королева хип-хопа, и мы все это давно знаем и признаем всячески, конечно же, да. А тут ты еще себя назвала мамой хип-хопа. Секундочку. Да? Да. Хип-хоп-мама. Я не постеснялась. Мамуля. Кстати, не думаю, что сейчас может привязаться вот это слово «мама». Хип-хоп-мама? Да, классно. Я буду счастлива, конечно. Ну, здорово. Мы эту песню сегодня не послушаем, но мы послушаем другие песни из этого альбома, в том числе там «Василек» будет, «Почему я как раз готовим сейчас». Я хочу у тебя узнать, почему «Четверг» не вошел в эту пластинку, потому что, ну, это же, ну, это, на мой взгляд, тоже одна из самых лучших. «Четверг»? Да. А «Четверг» вошел в состав альбома, который называется «Гармония». Понятно. Поэтому ты его не стала дублировать, да, никак? А, смысл? По просьбе. Это другая пластинка, совершенно другая концепция. Это тот был живой абсолютно альбом, и все по-другому, поэтому это совершенно две разные части вообще культуры, мира и музыки. Что касается твоих самых таких любимых песен в этом альбоме, они есть или это все вот одно сплошное детище и все классные треки абсолютно? Самые любимые два трека. «Травой», однозначно. И, наверное, «Басилек», и трек «Дождь на ресницах», как бы это ни было странно. Ну, это, кстати, не «Космос», который тоже крутится у нас, да, это, в общем, даже не те, и не «Волосы», нет, а именно другие песни, которые, я не знаю, будет ли какая-то рассылка на каналы их, на радиостанции этих песен именно? Я думаю, что, а я, честно говоря, я вот артист, я не знаю, как делается рассылка. Понятно, есть Максим специально обученный, будем держать с ним связь. Он мне кивает головой, я ничего не слышу. Будет, говорит. Наверное, это значит, что будет. Будут и съемки клипов. Вот здесь-то хотя бы у тебя есть понимание, за какую песню возьмемся? Никакого вообще понимания, нет. Я об этом сейчас даже не знаю, что думать, потому что не понимаю, на какой трек я действительно хочу увидеть видео. И какое? Знаю однозначно, что на лирическую песню будет клип, но на какую, опять-таки, под вопросом. Опять-таки, под вопросом. Остается просто только ждать, надеяться и верить. Да, и думать, что у меня сберет в голову. Давайте мы сейчас послушаем «Космос». Кстати, к этой композиции как у тебя отношения? Помнишь, примерно, как она появилась и что с ней связано? «Космос». Я помню, как мы записывали его в студии, я помню, как я ее придумала, конечно. Конечно. Это была целая история. Мы записывали достаточно долго, потому что я привыкла песни писать очень быстро, буквально за 20 минут. А тут такая прям эпопея. Она, на самом деле, она не столько лирическая, сколько она позитивная, на самом деле. Это позитивная лирика. А почему затянулась работа над ней? Потому что я долго не могла найти правильных слов, чтобы связать позитив и немножечко все-таки какой-то негатив, как какую-то грусть. То есть грусть и радость. Вот так. Вот так еще. Не все просто дается. Это работа колоссальная. Давайте с большим удовольствием послушаем. «Космос», «Бьянка» — это песня из альбома «Волосы». «Лучшее в стране». Продолжается программа. У нас сегодня в гостях «Бьянка». Между прочим, мы слушаем песни и смотрим видео из нового альбома «Волосы», который вышел 6 декабря. Если у вас по какой-то, ну, я надеюсь, уважительной причине еще нет этого альбома в вашем телефоне, гаджете, его нужно срочно скачать, послушать обязательно, потому что он, правда, очень классный. Очень-очень. Спасибо. Яночка, ты же у нас была, ну, относительно недавно в эфире. И вообще, во многих интервью ты признала, что у тебя, ну, просто мегаплан на текущий 2019 год — это приобретение собственного дома. Да. Ну, желание, понятно, с самого детства оно тянется, но вот именно на 2019 год у тебя было запланировано, наконец, это серьезное событие. Какие-то были поиски. Ты рассказывала о том, что очень тяжело найти дом, у которого были бы нормальные документы в порядке, да, и там владельцы, не владельцы. Ну что, тебя можно поздравить, все получилось, сделка совершена. Жалко, что мы, я, нет зрителей, с которыми можно вот их увидеть, которые за меня порадуются. Я сделка завершена, действительно приобрела дом, и именно тот, который я хотела, и у которого нормальные документы хозяева. Вот, все четенько, поэтому в этом смысле этот год я могу считать очень-очень удачным. Ну, ты теперь завидная невеста, что можно сказать? Ну, я всегда была завидной. Ты всегда была, но теперь ты в два раза завиднее. Ну, мне бы не хотелось думать, что это все так плохо, а у мужчин наших что-то. Не-не-не, ради бога, конечно, даже не подпускай близко к себе тех, кто покусится так, приехать. Ну, конечно, я не такая, настолько наивная. Ну, очень хочется узнать хоть какие-то подробности. Давай так, какое направление хотя бы это же мы можем раскрыть? Нет, ни в коем случае. Да что ты, ты боишься прям, что сразу вычислят, аначе тогда? Конечно, конечно. Меня, ты знаешь, меня чрезмерно часто узнают на улицах, чрезмерно. Поэтому я даже стараюсь в некоторые места особо часто не ходить. Вот я вот абсолютно сейчас серьезно. И домой стараюсь часто не ночевать, чтобы не поняли, что это мой дом. Нет, нет, не настолько все плохо. Но есть определенные люди, которые меня охраняют, которые меня возят. Ну, в этом смысле все серьезно. Я к этому отношусь действительно щепетильно и осторожно, потому что понимаю, что есть очень много разных людей и очень много странных людей. Ну, это правда. Время такое, да. И времена всегда были такие, к сожалению, особенно что касается девочек, девушек. И известных, красивых. Особенно известных, ярких, да. Это факт. Ну, давай тогда так. То, что точно не сможет никому никаких конкретных наводок дать. Два этажа. Да. Разумеется. Камин, как ты мечтала с детства. Камина пока нет, но будет. Столько всего нужно решить. Слушай, а там ремонт сделан или это все? Ремонт сделан. Прекрасный. Нужно решить что-то с ландшафтным дизайном пока. Вот. Но пока что этого делать нет смысла, потому что зима. Качественнее, да, конечно. Зима. Близко, ребята. Ну, не, она уже совсем, она уже, все, она уже есть. Зима ли это? Ну, да, зима такая себе пока что. Вот. Некоторые вопросы нужно еще решить, конечно же. То, что мне именно конкретно нравится. Камин, не камин, бассейн, не бассейн. Но ремонт там есть прекрасный. То есть все необходимое для проживания, в общем-то, есть для бытов? Абсолютно, все, конечно. Сколько ты пересмотрела домов? Приблизительно. Я не знаю, наверное, штук, именно, я хотела в конкретном районе, именно в том районе, в котором я хотела, штук сорок. Штук сорок. И ты понимала, что это не то, это тоже что-то не то. То то не то, то там не так. Здесь сразу было понятно, что хочу? Да, здесь было понимание, что да, это именно тот самый дом. Что касается цены, торговаться пришлось бы, сделали скидку, или когда узнали, что именно Бьянка будет здесь жить. Сделали скидку, отнеслись, естественно, с таким, с уважением и, я не знаю, с симпатией. А там проживали же? Слава Богу, не все же любят мое творчество. Я вообще не понимаю этих людей, кто не любит твое творчество. Я даже не хочу не уговорить. Ну, есть разные люди, разные люди есть. Могли бы сказать, а, ты, нет, тебе не продадим. Нет, что мы, ни за что на свете. А, эта Бьянка, значит, в два раза больше. Чисто, диетически, такой же могу. Еще ноль добавляем просто, и все. Могло бы такое быть. Разные люди есть. Там жили или это абсолютно новенький такой девственный? Там жили, но он такой девственно, ну такой... Ну, то есть, так жили заездами. Знаешь, такая девственница лет 21. Понятно, приблизительно. Ну, веранда, значит, есть. Там какой-то мангал. Вот это вот жарить. Ты же это обожаешь. Конечно, да. Собираться. Сцена какая-то есть, чтобы можно было тоже, как ты любишь, музыкантов собирать? Ну, она есть, но очень плохая сцена. Ассистам бы не понравилась. То есть, тоже все предстоит там как-то... Все предстоит мне делать. Быстрить, подстроить. Выстраивать, да, все это. Цветы переехали, твое любимое. Конечно же, все. Каждый мой цветочек до единого. Еще мне бы надарили уже новых. То есть, новоселье уже отпраздновано? Конечно. Хорошо, понятно. Лосось и... Воджи Вова, да. Все. Первые переступили, как положено сначала? Нет, они не первые были. Они как-то сами. Как-то так получилось вместе с вещами. Все вместе приехали. Курочки. Курочки приехали. Но ты знаешь, они стали... Что-то с ними произошло. Может быть, у них наступил климакс. И они очень много начали хвохтать. А когда курица реально очень громко хвохт, это невозможно спать, невозможно есть. Ты не сварила? Нет. Я отдала их своим друзьям за город. И они себя прекрасно там чувствуют. Там большое, огромное хозяйство. Подожди, а петушок обычный русский, который... А он вместе с ними, они всей семьей переехали... Из яйца. За границу, грубо говоря. Всех отдала, ничего не съела. Ты к нам приходила, у них было 8 яичек тогда. Да, все верно. А они плодятся, эти цыплятки вылупляются или нет? Они вылупляются... В мире животных, например, перешло. Знаешь, они вылупляются с какой-то неимоверной скоростью. Я не понимаю еще, что происходит. Но, видимо, они как-то... А у тебя атмосфера такая, мне кажется. Сошлись друг с другом. Да, любовная. Любовная, да. Здоровая. Здоровая, да. Сексуальная, давай не побоимся этого слова. Секси-куру переехали. Ну, в общем, как-то так ты не очень сильно по ним тоскуешь. Ты знаешь, не капельки. Отпустила и забыла. Боб Марли, у тебя же там какие-то портреты были, да? Да, все это все самое. Все тоже у тебя есть. Переехал ли фортепьяно, подаренное тебе Серегой, Сергеем Парковым? Все со мной переехало, конечно же... Ты не стала давать вместе с курями как бы бонусом в придачу? Нет. Нет, я все с собой забрала, потому что есть такие подарки, которые нельзя отдаривать. Передаривать, да, наверное, ты имеешь в виду или как? Передаривать? А, ну, отдаривать то же самое, да, просто я еще не знаю такого слова. Просто я из Беларуси, извините, у нас как слышишь, так и говоришь. Да, может, это и прекрасно, что ты из Беларуси. То есть была из России, бог знает, что бы из тебя было такого, даже не знаю. Друзья мои, дорогие, хорошие, у нас будет пауза сейчас. И сразу же после этого наше телообьянка. И это, кстати, тоже песня из нового альбома «Волосы». Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Бьянка у нас в гостях, мы продолжаем разговор. Яночка, ну, давай что-то объявим поклонникам, расскажем, что необходимо для хозяйства тебе по дому в новом доме. Может, подарят на Новый год? Это же нормальная абсолютно история. Абсолютно. Я предлагаю всем своим поклонникам. Так. Поскольку, ну, как вот передать подарок? Каждый же не сможет передать. Много же поклонников. Много, конечно. Где же мы сможем все вместе встретиться? Нигде. А скинуться каждый по рублю на карту сможет. Ты посмотри, какая умница. Кафе придумала. И ты уже выберешь именно то, что тебе нужно. Более того, я сниму это в Инстаграм и покажу всем. И вот это вот я уже купила, ребят. Дальше собираем на кровать. На кровать, потом на квартиру в Москве. На квартиру в Москве. Ну, слушай, ну, я вижу это дело. Это, конечно, шутка. На самом деле, самая... На самом деле, это не шутка, ребята. Не шутка. На самом деле, самая главная любовь моих поклонников. Чтобы они действительно... Им нравилась моя музыка. Чтобы они следили за мной. Чтобы они любили меня, как и прежде. Чтобы они голосовали за меня. Покупали мою музыку. Ну, а с кастрюльками ты сама справишься. А с кастрюльками я, естественно, справлюсь уже как-нибудь сама. Друзья. Ты же, конечно, невероятная трудяшка. В 9 лет уже первый заработок. В оперном театре. Первые деньги. В 14 лет уже трудовая книжка. Да, так как было. Слушай, этим... Откуда ты все знаешь? Ну, подожди. Я, во-первых, возглавляю фан-клуб имени тебя. В нашем коллективе. Вот здесь вот вообще, да. В районе магистральной. Но это правда. Я не шучу. В 14 лет трудовая книжка. Это была, кстати, твоя первая и последняя запись трудовой книжки, где-то вокалистка в государственном белорусском оркестре. Или что-то там еще потом появлялось? Она была первая и единственная книжка, которая просуществовала с 14 до 18 лет, потом я уволилась. И где эта книжка? А, лежит. Дома где-нибудь там, да? Лежит у мамы. Да. То есть больше у тебя записей никаких трудовых книжечек нет? Никаких не велось. В трудовой книжечке нет? Нет, не была замечена. И на пенсию ты зарабатываешь сейчас себе, я так понимаю? Немножко другим образом. Вот просто откладываешь другим образом совершенно. По-другому все сейчас, да. Ну, хорошо. По тем временам, если вспомнить, не скучаешь немножко? Скажи, есть что? Нет, не скучаю. Никакой ностальгии не по детству у тебя тоже не мурунет? Я абсолютно не на ум. По возрасту примерно 24 лет, когда ты перебралась в Москву, здесь как? Вот уже по возрасту 24 есть небольшое такое, есть, ностальгия есть. 26 годам есть. Но при этом ты же говоришь, что ты сейчас намного лучше становишься, что ты взрослеешь, умеешь, спокойнее. Дело в том, что раньше было по-другому просто. Это же была юность, как раз-таки вот становление самое-самое. Ну и что еще? Безбашенность. Что тебе сейчас уже не хватает? Другое окружение, когда ты еще очень многих вещей не понимаешь, не можешь понять силу возраста. И некоторых вещей лучше не понимать, я так понимаю, да, что ты сожалеешь об этом. Лучше не понимать, да, в том возрасте. Хотя, как сказать, ну просто скучаю, это нормально, и это прекрасно, когда ты скучаешь по своей прошлой жизни. Хуже, когда ты не скучаешь вообще ни за кем и ни за чем. И есть люди, по которым ты тоже скучаешь? Конечно. Но ты можешь им в любой момент позвонить или написать? Нет, с очень многими наши пути разошлись навсегда. Это по причине того, что они просто такие ужасные твари? Ну они не ужасные твари, просто так получилось, что я узнала их с той стороны, с которой мне бы совершенно не хотелось их узнавать. И ты просто их вычеркнула из твоей жизни. Навсегда из жизни, да. Что касается твоей личной жизни, вот целый год ты уже дама в разводе, девушка. Да. Ну и скажи, пожалуйста, поклонникам есть порадоваться за тебя вот в какой-то момент? Ты знаешь, сейчас на данный момент могу сказать так, что моя личная жизнь по сей день остается личной, и я не хочу выставлять это на показ. Да, не надо, мы же не требуем имен, но хотя бы просто да, нет. Ты же иногда отвечаешь просто коротко, есть, нет. И мое сердце сейчас не занято. Не занято, свободно. Нет, да. Там у тебя сейчас творчество, творчество, дом, хозяйство и все остальное. Легче или лучше быть всегда влюбленной в каком-то таком возбужденном в этом смысле состоянии? Тебе как больше нравится? Смотря какой период жизни. Сейчас мне очень хорошо с тем, что я имею. Просто замечательно. Это очень мудро, правда, наслаждаться вот каждым периодом, который есть в жизни. И это не каждому далеко удается. У нас сейчас будет Василек, песня с твоего нового альбома «Волосы». И эта песня, я узнала, она оказывается посвящена твоей бабушке, которой уже нет. Ну, тебе нужно просто тогда обязательно несколько слов сказать о бабушке. Ну, я хочу сказать, что бабушка моя, это мой любимый самый человек по крови. Это мамина, папина мамочка? Это мамина бабушка. Мама, да, мамина? Мамина мама. И вот мамина мама – мой самый любимый человек по крови в этой жизни. И я считаю, что это мой ангел-хранитель определенный. Я это чувствую. Хотя очень многие в это не верят. И я знаю, что она всегда очень многое видит, очень много мне помогает. И она самая-самая красивая. И я очень сильно ее люблю. Не похоже на нее-то ничем? Я, честно говоря, не знаю, но она настолько... Настолько она всегда была... Подожди, а это та бабушка, которая пела? Да, это та бабушка, которая пела, да. Именно она. Она настолько какой-то, я не могу сказать, неземной какой-то человек, которая без зависти ко всему относилась, которая всегда не просила другого человека, чтобы он думал и считал так, как хочется ей. Она всегда всех понимала и жила просто своей жизнью. И хотела, чтобы всем-всем-всем вокруг было хорошо. Мне кажется, это такая редкость. Ты скучаешь по ней. Я очень сильно по ней скучаю, конечно. В общем, я думаю, что все эти слова, которые сказаны в треке, они достаточно просты для того, чтобы их осознать и почувствовать сердцем. Давайте скорее слушать. Василек. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья. Между прочим, вот в треке Василек у Янки Виолончель. Вы наверняка ее расслышали, конечно же, и задумались. А я на ли сама лично, собственно, играла? Выяснилось, что да. Янечка, но это же не единственный уже трек, в котором ты использовала свои собственные навыки, полученные когда-то? Нет. Единственный? Нет, не единственный Виолончель. Но в альбоме единственное или еще в каком-то треке? Честно говоря, я уже не помню. Мы так долго работали над альбомом, я не настолько над этим задумывалась. По-моему, нет. Где-то еще был фрагмент. Но где? В космосе, да? Ребят, спасибо большое. Вот в космосе. А это мне вот интересно. Ты сама чувствуешь и понимаешь, что вот здесь вот я возьму в руки Виолончель? Или аранжировщики, команда твоя, ребята говорят, вот здесь вот, Ян, давай-ка, ну-ка, доставай, стираем пыль. Такого нет, чтобы мне кто-то что-то говорил. Просто я чувствую, что позволит сыграть мне на данный момент, на данном этапе моя техника. И если я чувствую, что действительно это будет органично, то я сыграю. Клево, очень красиво. Спасибо. Ну, правда, очень красиво. Не зря же тебя в Германию когда-то приглашали и хотели забраться руками и ногами. Это было очень давно, и тогда я хорошо играла, действительно. Ну, профессионализм, как известно, его не пропоешь и не пропьешь, это же факт. Ян, скажи мне, пожалуйста, что за история с ноздрями? Вот какая-то... Ну, ты сама молодец просто. Главное, ты зачем-то почему-то прикрыла, нет, смотрите, пожалуйста. Нет, ну, ты выкладываешь, ты молодец, я понимаю, что ты шутишь. Я просто не знала, что кто-то, оказывается, каким-то образом вообще неровно дышит к твоим чудесным ноздрям. Я не думала, что есть такие, знаешь, есть извращенцы, которые очень с любовью относятся, например, к ногам, когда красиво ступня. Ну, к пальчикам, да, 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 к груди, там, я не знаю. Мамочка ухом, может быть, даже, да. Но когда мне написали какие-то классные ноздри... Классные написали, так. И мне написали очень многие мои друзья в личку, типа, это, типа, так работает. Я говорю, все, теперь я его навеки. Это была естественная шутка. Но и после этого... Ну, это был самый странный комплимент просто в моей жизни. И после этого я начала просто с этого прикалываться. И думаю, что не остановлюсь еще очень долгое время. Это очень смешно, правда, то, что ты выкладываешь все эти фотографии. И это еще размноженные носики. Но это просто невероятное чудо. Но ноздри, я просто думаю, что если тебе потом напишут еще про какую-то часть тела, кто-то рассмотрит, что мы будем наблюдать. А какая часть это еще тела, кроме ноздрей? Сама говоришь, странные люди. Я не знаю, все что угодно могут. Не, ну, красивые коленки бывают, говорят, щиколотки красивые, да, там, ляшечки красивые. Это все как бы классика жанра. Но ноздри... Но это повысило еще больше твою самооценку, как ты скажешь? Мне просто стало смешно. Мне просто стало смешно. Не повысила самооценка. Это просто как-то мило. Или человек захотел выделиться как-то, я не знаю, но ноздри. Ну, может быть, да, хотел выделиться. Потому что все остальное только уже признано всеми и любимо. А здесь он решил акцентик поставить на какую-то часть. Я думаю, что песня нужна о ноздри. Да. Нужна песня о ноздри. Мои ноздри для тебя. Спасибо. Да. Следующий тройн, друзья, эксклюзивный. Он будет именно такой. Ну, правда, это очень-очень смешно. Надо сказать. Ноздри! Ой. Текила Бум у нас сейчас. Есть что сказать? Хип-хоп-мама про этот трек. Скажи мне. Текила Бум? Эпсолидный классический такой хип-хоп, рамбишный трек, чтобы потрусить булочками. А, возможно, и ноздрями, друзья, уже теперь. И булочками, и ноздрями. И это уже высший пилотаж. Давайте пробовать. Лучшее в стране. Лучшее в стране. Да, она одна у нас такая. Бьянка сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Бьянка, которая всю свою жизнь, что ли, с 9 лет Новый год встречает на сцене. Да? Человечка. И в этом году, конечно, то же самое ожидает тебя. Естественно, конечно. А где? Обычно ты там где-то, то станет, а еще где-то. В этом году, скажи. В этом году, пока что не могу еще точно определиться с выбором, но тоже за границей. Отдых будет после праздника? Обязательно будет отдых, потому что очень был тяжелый год в плане движа. Поэтому обязательно очень хочу уже увидеть солнышко, конечно же, морюшко и... И никакого движа. И никакого движа, и релакс, да. Солнышко, море, пляж, главное, и никакого движа. Елка у тебя уже стоит, скажи дома. Еще пока не стоит, но скоро будет стоять. Анна, ты любишь, я знаю, натуральную ель. Я люблю огромные натуральные ели, но в этом году, наверное, поставлю маленькую такую, чтобы... Но натуральную, так поэтому будешь себе верна. Какие-то мышки, я не знаю, символ китайского года, будут на нем или это будут шары? Что обычно на твоей елке? Будут шары, будут мышки, будет верхушка, и будут очень много-много огоньков. Какая прелесть. Что на столе у тебя будет на праздничном? На столе ничего не будет, я не знаю пока, что будет, потому что будет концерт, а что будет, что поставят, то и буду есть. Ну, это тоже, в общем-то, очень даже удобная позиция, нет вот этой горы посуды и так далее, и тому подобное, что надо сказать, да. Ну, когда 12 часов, когда куранты, и даже если ты в этот момент поешь на сцене, а не слушаешь президента, как все остальные, ты загадываешь в эти самые секунды желание? Конечно, безусловно, я загадываю обязательно желание, все пьют шампанское в этот момент, и я на записочке пишу свое желание, ее сжигаю в шампанское и выпиваю обязательно все до конца, и оно всегда обязательно сбывается. У тебя сбывается, правда, да? То есть бумага вот эта вот, она очень помогает. Конечно. Я просто тоже так делаю, у меня не все. Бумага желанная обязательно помогает организму. А это главное, это залог на самом деле того, что желание непременно исполнится. Яночка, спасибо тебе за нашу встречу огромное. Спасибо вам большое, что пригласили, была очень рада вновь быть вместе с вами сегодня. Мы тебя очень любим, правда. Спасибо тебе за то, что ты не забываешь про нас и радуешь периодически и синглами, и клипами, и уже пообещала, что будут новые видео и новые работы в следующем году. Ну, конечно, все ждут от тебя поздравлений, сейчас я имею в виду все зрители, слушатели, там, поклонники твои, так что пожелаю что-нибудь такое вот, такое, рыженькое. Дорогие друзья, им желаю в Новый год мышки быть такими же хитренькими, быть такими же проворненькими, быть такими же хорошенькими, быть такими же, наверное, в какой-то смысле спокойными. И оставаться самими собой и не лезть туда, куда лезть опасно, может быть, даже, я надеюсь, что вы поняли, о чем я сейчас говорю. С Новым годом, любите друг друга и берегите своих друзей, тех, кто рядом с вами, и просто будьте счастливы. Это самое главное, что может быть, и не сидите на очень плоских, жестких диетах. Да, и картошку с майонезом обязательно себе позволяйте, котлетки, драники, все такое. Гастритик, гастритик, ура, ура. А Валера Степанова у нас сегодня вместе с Бьянкой. Бьяночка, ну вот вы скажете что-нибудь про Валеру или просто дадите мне ему сказать руками? Я скажу про Валеру, что ты гениальный музыкант, он сейчас все вам сыграет, и вы поймете. Ну, вы можете сейчас что-нибудь завернуть, чтобы все все поняли. Ну, что, вот так, выиграешь, выиграешь. Красиво, правда. Невероятно, вот эти клавиши. Если ты захочешь, оставайся навсегда в моей вселенной внутри. Мне кошмар, как хочется признаться. Тебя боюсь, на меня не смотри. Осень несет свои первые мутки, но только не я и только не ты. Так холодно, холодно, без тебя в куртке. Мне надо елить чужие зонты. Ты останься со мной до завтра, а ты не уходи. Постой, или наше время порастет травой. С тобой до завтра, а ты не уходи, постой. Или наше время порастет травой. Не уходи, постой. Ну, конечно, нам хочется эти слова говорить. С Новым годом, друзья! Янке, Валерия, спасибо. Яночка, спасибо большое. У тебя с Новым годом. Пусть все исполнится. Обязательно все, что ты мечтаешь и о чем ты фантазируешь. Спасибо, друзья, большое. С Новым годом еще раз спасибо. С наступающим у вас. До новых встреч. Е-хей!